В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И сегодня гости нашей студии директор драматического театра Марина Першина и Ольга Логинова за флит-театром. Здравствуйте, да, мы очень рада вас видеть. Здравствуйте! Добрый день! 75 сезон стартует в театре в Саровском, и это юбилейный сезон, поэтому у меня такой корыстный вопрос. Какие подарки ждут зрители? Что нового и интересного подготовили для нас в этом сезоне? Ну, сезон хоть и юбилейный, но работу никто не отменял, поэтому 10 премьер будет, 8 в драме и 2 в кукольном театре, ну и, конечно, будет праздник. А праздник мы решили делать не просто вручение подарков театру и коллективу, а отметить его вместе с нашими зрителями. Поэтому, скорее всего, будет этот спектакль-концерт, и который смогут увидеть большое количество наших горожан. Скорее всего, это будет несколько дней, и все, кто пожелает, присоединятся и посетят наши праздничные мероприятия. Здорово! 10 спектаклей. Мы все знаем особенность театра закрытого города, нужно много ставить, чтобы радовать зрителя премьерами. Ну вот у меня какой вопрос. Как показал опыт прошлого года, билеты на премьеры купить невозможно. Может, поменьше спектаклей, но побольше людей успеют сходить. И вам попроще, и людям полегче попасть. Поменьше спектаклей ставить? Да. Мы не имеем права, у нас муниципальное задание. Сколько... Какая цифра стоит, столько должны выполнить. Но успевают зрители увидеть все спектакли? Мы стараемся не снимать спектакли, не убирать их из репертуара, пока действительно мы спрос не удовлетворим. Другой вопрос, что иногда по каким-то независимым от нас причинам спектакли сходят, и мы не можем их восстановить, потому что не можем сделать полноценный ввод после отъезда, например, того или другого актера или ухода из жизни. Но вообще мы как бы стараемся эти сложности преодолевать. Но спектакли могут переродиться. Вот я знаю, Вишневый сад у вас перерождается в недрах театра сейчас. И Вишневый сад, и Боинг. И Боинг. Ну, горожане знают в прошлом году по окончании... Точнее, в этом году, но в конце сезона от нас ушли сразу пять артистов. И пять прибыло. Пять, и даже шесть в этом году. Да, будет новых артистов. Поэтому мы занимались очень плотно вводами, и наши спектакли и Вишневый сад, и Боинг-Боинг получат новые звучания из-за того, что много новых лиц будет. Игра в любовь. Ласточки победы. Мы только-только отыграли несколько первых премьер, а теперь он как бы опять немножечко изменится. То есть можно по новой идти на старые премьеры. Да, вполне. Ну, по крайней мере, вот те, кто видел репетиции Боинга-Боинга, говорят, что это прям вот совсем другой спектакль. И, наверное, главная новость нового сезона главный режиссер в театре появился. Расскажите немного о нем, кто он и что даст театру главный режиссер. Насколько я знаю, вы долго существовали без него, и существовали неплохо. Зритель был доволен. Ну, зритель был доволен, да. Мы немножечко утомились. И актеры очень хотели, чтобы был главный режиссер. Мы не брали главного режиссера не потому, что мы упирались и считали, что мы без него работаем лучше. Нет, нам важно было взять человека, с которым будет работать комфортно, чтобы он нас устраивал по всем статьям. Чтобы он был нам созвучен, и нам, и театру. И вот, кажется, мы такого человека нашли. Правда, пока что его нет рядом с нами. Он заканчивает свои дела. У него очень много различных проектов. Дело в том, что на наше счастье и на нашу беду он довольно популярный сейчас режиссер. И он ставит где-то и в провинциальных городах, и в больших, в Екатеринбурге, вот сейчас где-то в Москве или в Подмосковье. Здорово. И пока он не закончит вот все свои проекты, не поставит точки, он нами всерьез, вплотную заняться не может. Но вот через средние открытия сезона мы ожидаем его приезд, потому что это Женитьба Бальзаминова спектакль, в котором мы открываемся, это его спектакль. Это уже третий спектакль, который он ставит в нашем театре. И до конца года он еще поставит сказку. Он такой у нас... Детскую или для взрослых детскую? Да, такой разножанровый режиссер. Он и фестивальные ставит спектакли. Мы видели «Свободный Тибет» и мелодраму, фантазию Форятьева. Вот теперь комедия, а еще будет детская сказка. То есть вы с ним уже работали. Вот я как раз хотела спросить созвучного человека по резюме не найти. Конечно, конечно. Он несколько лет назад, 3 или 4 года назад, да, он приехал к нам в составе лаборатории Театра нации, и тогда поставил эскиз «Свободный Тибет». И нам понравилось с ним работать. Мы пригласили его доработать Тибет до полноценного спектакля. Он выпустил этот спектакль, и нас сразу взяли на арт-миграцию. Это такой довольно известный театральный фестиваль в России. Мы туда съездили, очень удачно показали спектакль. Он поставил у нас мелодраму, фантазию Форятьева. И, в общем-то, как-то мы поняли, что можно попробовать поработать вместе. Долго уговаривали? Он сам предложил. Сам предложил? Конечно. Да, ну, как-то так совпало, да. Он захотел, потому что, ну, любой режиссер хочет работать главным режиссером, если он чувствует эти силы. А тем более он познакомился с коллективом, он увидел наш театр и нашу материальную техническую базу. Это тоже не маловажно. Чувствует поддержку труппы. Да. И поэтому он как бы согласился, и мы решили попробовать. Потому что, ну, у нас был, конечно, опыт работы с главными режиссерами, но в последние годы как-то все не складывалось по разным причинам. Зачем режиссеру театр? Понятно, главному режиссеру. Это статус, это возможность какой-то самореализации. Все-таки театру зачем главный режиссер? Это очень важно. Это очень важно, да. Потому что, ну, какая бы... Какие бы мы с Олей не были многофункциональными, все-таки творческая часть коллектива, с ней должны общаться... Ими должен руководить лидер творческий. И поэтому главный режиссер, это человек, который именно с творческой частью коллектива в большей степени взаимодействует. Он выстраивает репертуарную политику. Он понимает, просчитывает, ну, как должно быть в идеале, да, вперед, какие нужны постановки для того, чтобы участвовать и в фестивалях, как-то в каких-то проектах театральных. Ну, то есть это такая центральная линия, ну, как на производстве, скажем, главный инженер. Ну, если что, было понятно. В таком случае вопрос, изменится ли репертуар театра с появлением главного режиссера? В какой-то мере изменится. В какой-то изменится, наверное, но все-таки, поскольку театр у нас один, вот эту свою мультижанровость мы сохраним. Это не будет, по крайней мере, мы так договаривались изначально, авторский некий такой театр, когда будет только самореализация режиссера Антона Морозова, да. То есть это должны быть разные спектакли, разные режиссеры. Есть количество спектаклей, которые режиссер должен ставить в рамках своего трудового договора, а уже приглашать или самому ставить какие-то иные, это уже вопрос к нему, к формированию. Ну и баланс, конечно же, мы сохраним. То есть будут постановки и фестивальные, и более массовые, и для взрослых, и для детей, и для подростков. Мы все равно вот этот баланс будем выдерживать. Когда в городе театр один, он должен быть как слоеный пирог, чтобы каждый нашел для себя свой слой. И вот, к слову о слоеном пироге, есть у нас еще такой слой, называется «Подростки». И в мае в этой студии в гостях были драматург и режиссер, которые работали с саровскими подростками в рамках проекта «Своя территория». И должен появиться спектакль осенью. Они говорили, осенью он появится. Построены на идеях, на мыслях вот этих саровских подростков. Мы сегодня все утро как раз этим занимались, потому что в ноябре в Омске пройдет фестиваль, на котором будут показаны все эскизы, которые созданы в рамках проекта «Своя территория». Это будет эскиз. Для начала это будет эскиз. Поэтому мы вот как раз сегодня решали, когда приедет режиссер. Он сейчас сидит, ждет пьесу. Женя дописывает пьесу, она вот-вот будет готова. Это драматург. Да-да-да, Женя Алексеева. Мы с ней связывались недавно. Она нам уже сказала, какие там будут действующие лица. Немножечко знаем про сюжет. Вот сейчас она передаст режиссеру. Он определит, кто будет играть тех или иных героев. И, скорее всего, 1 ноября он приедет к нам. В течение недели поставит этот эскиз. Мы его покажем. Вначале в Омске или в Сарове? Нет, сначала мы его покажем в Сарове. Но такому замкнутому кругу тем, кто работал над... Тем самым подростком. Да-да-да, тем ребятам, да, и тем взрослым, которые помогали организовать вот это вот все, и конкурс сочинений и так далее. А дальше мы поедем в Омск, покажем наш эскиз там. И дальше мы уже решим, если мы поймем, что из этого может получиться полноценный и интересный спектакль, который будет важен и интересен нашей публике, то мы пригласим Родиона, чтобы он доработал его до полноценного спектакля. Это постановка для подростков, вы уже немножко в материале. Да-да-да. Именно для подростков. Да, подростки писали. Ну, вернее, они придумывали сюжет, они накидывали какие-то отношения между героями. И не знаю, увидят ли они какие-то конкретные истории, которые рассказывали, но все равно мы очень надеемся, что они увидят какую-то проблематику, которая их волнует. Причем ведь этот проект чем уникален и необычен? Он же проходит в нескольких городах, в нескольких театрах по всей России. И проблематика очень важна подростковая того региона, того города, в котором эти подростки проживают, потому что она очень различная. Мы вот разговаривали, на какой-то территории одни есть проблемы, в Сарове традиционно другие проблемы. Вот, и поэтому хочется, чтобы эта пьеса получилась интересной именно для нашего зрителя сугубо. Вот, и насколько я понимаю, мы будем первыми иметь право поставить ее в театре в России. То есть если пьеса будет достаточно удачной, и драматург будет ее в дальнейшем предлагать другим театрам, у нас все равно право первой ночи. А, то есть этот эскиз могут забрать другие театры? Не эскиз, а пьесу. Нет, если пьесу-то она потом появится... Она же авторская, драматург может ее... Но у нас будет право первой ночи, и, как говорится, мировая премьера по данной пьесе может состояться у нас. А дальше она может тиражировать? Конечно, конечно. Пойдем чуть-чуть дальше, к детям. Премьера ждет детей. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду, скоро на сцене драмы. Немножечко о нем расскажите. Не на сцене драмы, а в фойе драмы. Да, это будет малая форма. Ставит Вера Долженко, это наша артистка и режиссер. Это будет опять для маленьких детей, на небольшое количество. В фойе, сказка. И, скорее всего, премьера состоится тоже где-то в середине, в конце ноября. Почему в драме, а не в кузнечике тогда? Ну, потому что нам нужна была именно драматическая малая форма. То есть это не кукла? Нет, нет, нет. Вера предложила поставить. Вериной дочке сейчас три года скоро, Даша. И ей очень хочется поставить что-то. Она сейчас мыслит именно так, как нужно детям этого возраста. То есть для трехлеток. Ну, три плюс. И она сама выбрала материал. Она сама придумала, что она хотела бы увидеть. Они с художником спектакля со Светой Шевцовой разработали какую-то концепцию. Вот совсем недавно у нас был техсовет. Уже началась работа. Репетиций пока не было. А цеха уже вовсе закупают и что-то делают. Да, и потом у нас такой любимейший спектакль «Лидер» про Петсона и Финдуса. И дабы разбавить немножечко, такая форма все-таки очень прижилась у наших зрителей, очень любят вот эти спектакли для самых маленьких. Саровский зритель буквально в прямом смысле с пеленок приобщает детей к театральному искусству, поэтому... Даже иногда чуть раньше, чем надо бы. Да, но вот поэтому опять появится вот такая форма для самых маленьких. Опять это будет непродолжительный спектакль, чтобы деткам не было комфортно. Ну, да, 35-40 минут максимум. Да, ну вот помимо Петсона ожидаем еще один хит. Музыкальный. Еще и музыкальный. Да-да-да, там будут песни, актеры будут петь. Молодые актеры там играют в основном, да? Все молодые. Все молодые. В «Кузнечике» тоже будут премьеры? Да, одна премьера уже вот состоится в октябре. Это спектакль «Петуньи». Это тоже вышел у нас спектакль из эскиза, который мы поставили в рамках театральной лаборатории с театром нации и в рамках при поддержке территории культуры Росатома. Необычный спектакль. Там мы даже возрастной ценз поставили 6+, потому что считаем, что этот спектакль будет интересен не только детям, причем не самым маленьким, а уже чуть постарше, но и родителям. Там жанр у нас, как мы поставили? Сеанс психотерапии. Для детей взрослых. Да, для детей взрослых. Очень хочется посмотреть на этот сеанс психотерапии. Мне кажется, родителям тоже понравится. Поэтому в очередной раз говорим, обязательно читайте на сайте театра описание, прежде чем идти с детьми, потому что будут появляться и в театре кукол спектакли не для совсем-совсем маленьких детей. И еще до конца этого года будет вторая премьера в куклах. Это уже для малышей. По Киплингу. Да, любопытный слоненок. Помните, да, у которого хоботы ему вытянули насильственно? В кузнечик попасть еще сложнее, чем в драму. И я знаю, что у вас планируется переезд в Центр культурного развития, который у нас, слава богу, достраивается. Когда планируете переехать? И будет ли это для зрителя возможность проще попасть на спектакли детские? Несомненно. Несомненно проще, потому что планируется зал на 150 мест. Но это будет зал-трансформер. И, ну, естественно, мы понимаем, что, возможно, и меньшее количество зрителей, потому что эти 150 малышей, это достаточно сложно. Но полноценный переезд в ЦКР Театр кукол-кузнечик произойдет только тогда, когда мы обживем сцену, увеличится труппа кукольная артистов-кукловодов, когда мы адаптируем те спектакли, которые есть, либо наработаем уже новые под это пространство, потому что, ну, сцена там больше, оборудование другое и очень сильно отличается. Пока ожидать мгновенно, что закроется тот театр, и тут мы будем показывать, нет. Это, скорее, будет такая параллельная работа. Просто будет возможность жителям тех микрорайонов, где ЦКР увидеть, ну, рядом получить театр кукол. Параллельно. Параллельно будет существовать. Вернемся, наконец, все-таки ко взрослым людям. Премьера, которая открывается, сезон «Женитьба Бальзаминова». И это комедия. Почему решили начинать сезон именно с комедии? Ну, вопрос, наверное, уже подразумевает ответ. Грустная новость, тяжелые всем надоели. А неправильный ответ. Мы не собирались ставить комедию, мы собирались ставить Островского, потому что год юбилейный, и мы хотели поставить... Начать драмы. Грозу. Да, да, мы собирались ставить грозу. И вообще на моей памяти очень редко бывают такие моменты. Уже был даже приказ с конкретными актерами. А потом вдруг раз, режиссер передумал. Вот он, главный режиссер. Да, да. И решил, да, оказывается, так можно. И вдруг оказалось, что мы ставим «Женитьбу Бальзаминова». И это прямо вот комедия-комедия. Комедия масок, такое русское дель-арте, очень легкое, очень динамичное. Сами актеры его называют похудательный спектакль. Похудательный. Похудательный. Много двигается. Много двигается, почти три часа непрерывного движения. А костюмы при этом исторические. То есть вот корсеты, кринолины, оборки, грим. Поскольку дель-арте такой очень выразительный грим. Да, и художник Катя Никитина, та самая, которая ставила «Белоснежка», «Алиса». То есть там будет красивое, яркое, очень стильное оформление. И, в общем, актеры, они не на жизнь, а на смерть там работают. Но им очень нравилось. По крайней мере, в процессе репетиции я видела, что им интересно. Они очень много придумали сами. И придумали-придумали, там вот вовремя затормозили. Ну, мы надеемся, что это будет зрительский спектакль. Ну, это комедия, и, мне кажется, зрителям понравится, потому что много и музыки, много движения. И это смешно, действительно смешно. Действительно смешно. Я не люблю комедию, мне было очень смешно. Ну, я думаю, что это уже повод прийти, а на премьеру тоже не все продали. На первые три спектакля там, по-моему, вообще... А, на первой спектакле остался один билет. На вчера. На вторую премьеру три билета. На третью там где-то задний ряд. Ну, в общем... Ну, мы будем, конечно, ставить. Есть еще в октябре, и будем планировать в репертуаре в ноябре обязательно тоже. Поэтому, я думаю, все смогут прийти. В общем, много комедий планируется? Смеяться-то не будет. Или главный режиссер может придумать любое мальчик, что после этой комедии мы опять поставим комедию. Она будет совсем другая. Она будет, во-первых, современная. Пьеса написана буквально несколько лет назад. И она будет более мелодраматическая. Ну, вообще другого толка. Но нам кажется, что она тоже должна быть зрительской и такой очень трогательной, милой, но смешной. А еще, Марина, к вам вопрос. В начале сентября ездили вы на форум театров малых городов, встречались с режиссерами театров других малых городов. Что интересного, что меняется в театральной сфере? Какие тенденции появляются? Может быть, что-то новое появится и в нашем театре в связи с этим? Теперь этот форум называется... Он расширился. Теперь этот форум назывался форум театров малых и средних городов России. И это управленческий форум, когда приезжают в основном директора и худруки. То есть не режиссеры, а именно такие руководители театров, административные скорее. Мы рассматривали опять вопросы, которые сегодня именно у руководящего состава возникают, потому что с нас всегда собирают обратную связь. И мы очень предметно в течение трех дней разбираем действительно важные вопросы. Что нового? Мы создали ассоциацию театров малых и средних городов России. Уже оформлена юридически эта организация. Большинство театров, которые были, а в этом году больше 90 директоров съехалось в Москву. И география самая обширная. И мы объединились в некую ассоциацию. Для чего? Для того, чтобы... Ну, сейчас идут некие изменения, связанные с фестивалем «Золотая маска». Те, кто интересуется театром, наблюдают. И будет некая трансформация этой премии. И для того, чтобы сохранить вот это единство, братство именно руководителей, помогать друг другу решать какие-то задачи, продолжать собираться на эти форумы, потому что они очень полезны. Когда ты работаешь в малом городе, ты фактически один директор театра. И тебе очень сложно с кем-то обсуждать, с единомышленниками, с собратьями по цеху. Ну и вообще у нас есть такие вопросы, на которые мне, например, никто в городе ответить не может. И вот мы собираемся в Москве, и в течение этих трех дней мы постоянно друг с другом рассказываем, у кого что происходит, какие проблемы. И оказывается, что проблемы-то сходные, и поэтому мы все находим какие-то решения. А какие проблемы сегодня у театров? Потому что отсутствие зрителя точно не проблема. Театры обрели какое-то второе дыхание. У нас из кинотеатров ушло большое количество картин, и люди пошли в театр снова. Хотя в Сарове, мне кажется, они ходили и до этого активно достаточно. Огромные сейчас проблемы с авторским правом. Авторское право. Если заниматься досконально всем и ответственно к этому подходить, это нужно иметь целый в составе театроотдел, который будет курировать это направление, потому что стало очень большое внимание этому уделяться. Потом здесь огромная проблема у нас сегодня. Театр уходит в интернет очень сильно, в том плане, что мы все делаем через интернет. Билеты продаем, рекламу осуществляем. Вот сейчас вышло новое законодательство о рекламе. С 1 сентября очень важна маркировка. Эти вопросы поднимались, потому что как нам теперь размещать репертуар, афиши? Ну, юристы ответили театрально, что все, что касается нашей деятельности, публикуется в наших группах, на нашем сайте, рекламой являться не будет. То есть это такая в том числе и консультационная встреча? Обязательно, да. Вообще консолидация театрального общества очень-очень важна. Я сама ездила в июне на подобный форум. Он назывался форум театральных менеджеров, проходил в Нижнем Новгороде. И после этого из всех, кто там был, и из других участников, был создан чатик такой в Телеграм-канал. И он настолько полезен. Мы там задаем какие угодно вопросы и получаем ответы на них в течение, наверное, иногда нескольких минут. Любые контакты. Вот это самое общение, которого нет в Сарове. Там все ищут партнеров по большим гастролям. Вот сейчас федеральная программа «Большие гастроли» опять принимает заявки на гранты для того, чтобы театры могли поехать куда-то на гастроли. И все себе ищут партнеров, в том числе и там. Какие-то вопросы с сайтами, с авторскими правами. Юридические какие-то, кадровые. С приглашением режиссеров. Кадровые, завпостов ищут, осветителей. Спрашивают советов. Потрясающе. Я очень рада, что мы теперь тоже в этом чате есть. И в завершение нашей с вами сегодняшней беседы хочу спросить о ваших фестивальных планах, конкурсных планах. Чего будет, где планируете участвовать, где показывать себя? Я думаю, что будет в марте традиционный фестиваль премьеры сезона, который нижегородский. Мы пока думаем, какой спектакль заявить. Но обязательно ближе к марту станет понятно. На следующий год будет у нас постановка по Горькому. Да-да-да. И делается она с прицелом на Горький фест. Будет делаться. Тот самый, который сейчас в Нижнем Новгороде проходит. Вот отойдем от комедии. Да, поставим что-то серьезное. Антон тоже будет ставить. Он очень хочет попасть на этот фестиваль. Я думаю, он все равно займется этим. Потом буквально на днях прислали приглашение отправить заявку на фестиваль малых городов. И вот Антон приедет. Опять же, мы с ним обсудим, какой из наших спектаклей мы могли бы туда заявить. Большие гастроли. Вот сейчас у нас идут переговоры. Скажем уже. Ну, хочется, чтобы состоялось, чтобы грант мы получили, потому что достаточно интересный театр нам прислал приглашение. Театр Модерн московский. И мы ведем переговоры, чтобы они приехали к нам. Да, мы поехали в Москву. То есть подадим заявку на обменные гастроли. Здорово. В общем, очень интересно. Нас ждет юбилейный сезон. Я думаю, что много сюрпризов ждет и вас. И самое главное, нас как зрителей. Это самое главное, потому что театр он для зрителей. Для зрителей театра не существует. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое, что есть у нас прекрасный Саровский драматический театр. Очень я вас люблю. Очень я люблю ваши постановки. Спасибо большое. Ну, а с вами увидимся в эфире. Пока-пока.